Художественный руководитель зимнего фестиваля искусств Юрий Башмет открывает выставку российских фестивалей. Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Кострома, Якутск. Свои стенды и презентации в Сочи привезли организаторы крупнейших культурных мероприятий страны. Как такие мероприятия влияют на экономическую привлекательность региона и городов, которые фестивали принимают, тоже говорили в рамках выставки. В Сочи в общем и фестиваль искусств Башмета в частности – один из таких ярких примеров, когда культурное событие может стать способом долгосрочного развития города. Чем больше проектов, интересных проектов, которые привлекают в город нового зрителя, нового участника данного проекта, тем, конечно, высшая экономика. И поэтому здесь прямое соотношение привлекательности городов с количеством проводимых в нем ивентов. В фестивале, отметили организаторы выставки, должны привлекать в российские регионы больше туристов. К слову, фестиваль Башмета, например, собрал в Сочи немало любителей искусства из других городов и даже стран. Например, на мастер-классы, которые традиционно включены в программу каждого из башметовских фестивалей, юные музыканты специально приезжают из других регионов. Сегодня, в седьмой день фестиваля, педагогом для начинающих скрипачей стал известный виртуоз Александр Тростянский, доцент Московской консерватории и профессор Тамбовского музыкально-педагогического института. Подобные уроки он уже не первый год дает не только в России, но и за рубежом. Для детей это какой-то такой эмоциональный стимул, как-то их поддержать, потому что все мы сомневаемся в том вообще, что то ли мы делаем, то ли мы движемся. И мне кажется, что творческому человеку очень важна такая поддержка. Завершился седьмой день фестиваля искусств концертом Юрия Башмета «Бенефис Альта». Восьмой фестиваль искусств продлится в Сочи до 22 февраля. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Борис Осин, телекомпания ФКТ.